Три дня с 17 по 19 сентября в Заречном работали избирательные участки. Горожане голосовали за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на должность губернатора Пензенской области. Выборы проходят в штатном режиме, спокойно, все в соответствии с законодательством. Все отмечена большая активность граждан во все три дня. У нас присутствует большое количество наблюдателей от кандидатов, от партий. На всех 25 избирательных участках работали электронные устройства обработки бюллетеней. За соблюдением закона на выборах следили наблюдатели. Мы наблюдаем за процессом голосования. Избиратели получают у нас три бюллетени, проходят по одному в кабинку, самостоятельно опускают бюллетени в КАИП. Собственно, за этим мы и наблюдаем, чтобы все прошло по закону. Избирательные участки закрылись 19 сентября в 20 часов. Территориальная избирательная комиссия Заречного подвела предварительные итоги выборов. У нас лидирует Самокутяев Александр Михайлович, который набрал 38,64% голосов избирателей. Это по одномандатному избирательному округу. По федеральному избирательному округу, где мы голосовали за партии, лидирующее место занимает Всероссийская политическая партия «Единая Россия», набравшая 32,41% голосов избирателей. Следом за ней Коммунистическая партия Российской Федерации, набравшая 23,68% голосов избирателей. Также у нас проходили досрочные выборы губернатора Пензенской области. На данных выборах у нас лидирует Мельниченко Олег Владимирович, набравший 56,24% голосов избирателей. По словам председателя территориальной избирательной комиссии, во время голосования и подсчета голосов в Заречном нарушении выявлено не было. Явка составила 49% от общего количества избирателей. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».